10.06 столицы, дорогие друзья, сегодня пятница, значит в звездном части у нас, естественно, звезда. Ну что уж там, каждый день у нас звезды. Да, но сегодня, когда мы стали смотреть, мы же всегда готовимся заранее. Это правда. Мы полезли смотреть это знаменитое имя, что интересного нового пишут. И нашли, что оказывается, есть только чозок хороших и интересных у этого человека. Во-первых, в Сакраменто, в США, есть такой же, с таким же именем, старший пастор церкви Дом Хлеба. Есть. Есть. В Украине вообще. Да, есть тоже еще в Украине совладелец горнолыжного курорта Буковель. Мы подумали, ну и это не он, и тот не он, потому что к нам сегодня пришел человек творческий. Певец, продюсер, музыкант, композитор, человек, которого все знают под кодовым именем, волшебник Шоу, Александр Шевченко. Доброе утро. Да, доброе утро, Александр. Здравствуйте, здравствуйте, другие мои. Ну и, конечно же, не можем не спросить, откуда взялось это замечательное прозвище. Что вы сделали, Али Борисович? Очень доброе, да, очень нежное, волшебник Шоу. Не сделал Али Борисович, но просто в нашем музыкальном кругу считается, что как-то мне удается писать какую-то целебную музыку, и прослушивание ее понижает и нормализует кровяное давление, исправляет осанку, позволяет решить вопросы с деторожными функциями. Конечно, ну а ты же все знаешь. Да я все знаю, я только не понял, почему Шоу, а не Шоу. Значит, рассказываю, я Александр Александрович, папа мой Александр, поэтому мама зовет папу отца моего Сашей, а меня, соответственно, Шурой, да. Отлично. Поэтому все просто. Волшебник Шурик. А Ларчик просто открывался, а мы сидели и думали, вроде Шевченко, причем должен быть тогда Ше какой-нибудь, а выяснилось. А не знаете тогда, почему Алла Борисовна называет Киркору волшебник Фу? Знаю. Почему? Тоже помог. Но вы ответите. Волшебник Фи. Нет, Фи. Ответьте вы за, если вы же знаете ответ, скажите людям. Ну ладно, не будем. Нет, придет Киркоров, пусть сам все и расскажет. Тем более, что... Киркорово, они не исправляют осанку, они не помогают при заболеваниях желчевыводящих путей и так далее, понял? Хорошо. Ладно, давайте поговорим на утреннюю тему. Все, кто к нам приходит, мы всех не избавляем от этого вопроса. Как проснулись? Как вы вообще засыпаете, просыпаетесь? Вы же творческий человек, вы должны ночью не спать. Саша, после этих песен, как вы спите? Да, как вы спите? Нет, подождите, но песня-то хорошая, ну что ж вы прям сразу начинаете? Значит, ты сплю я хорошо. Но мало. Но мало. Сколько мало? Сегодня имел радость проспать аж почти пять часов. То есть круто. Да вы счастливчик. Это переспал уже, да? Да, переспал, поэтому вставал с трудом. Ну так это вас тут, вас стройка? Да, на стройке. На стройке, да. А вы один пришли сегодня, к сожалению. Мне пришлось вчера после очередного кончерта, приехав в ночь, сказать себе, Наконец-таки пойду-ка я с утра на шансон. Давно не... И даже шансон. Да. Сон пришел ко мне... Это был шанс на сон. Ну, практически я заснул. А сегодня же Всемирный день сна. Александр... Сегодня? Да, сегодня праздник. У нас не орфографическая программа. А вот что за что? Творческий человек. Не надо слова по слогам произносить, да. Мы здесь говорим о музыке, о завтраках. Хорошо. Чем завтракают звезды, в частности вы? Вы знаете, ребят, сегодня завтрак у меня был один финик и чашка кофе. Финик на завтрак, это вообще норма, или это просто то, что валялось в квартире совершенно случайно, кем-то оброненный финик? Я заменил ложку творога фиником, и было нормально. То есть иногда это бывает вместо финика ложка творога. Вообще эти финики противные, они когда вот большие такие. Да-да-да, это называется королевские или императорские. Там же столько всего правильного. Правильного, но при этом они жутко калори... Они вкусные и жутко калори... Поэтому и надо съесть, Леня, финик в день, а не один килограмм фиников, как это любит делать ты, понимаешь? Друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Если есть вопросы нашему сегодняшнему гостю, Александру Шевченко, если вы начинающий артист, да, не знаете, как раскрутиться, какому продюсеру отдать свое творчество, то, пожалуйста, плюс 7909-955-1030, вайбер, ватсап, смс, ждем вас. Муж не купил посудомойку? Пожарь омлет! Включи настройку! 10.14 в московское время. Александр Шевченко, певец, продюсер, музыкант, композитор, сегодня у нас в гостях. Самая, наверное, главная тема, самая главная история, которая нас заинтересовала в вашей биографии, особенно Таня, прямо аж встрепенулась, когда я это прочитал, что вы родились в настоящей пустыне Каракум. Да, я в Каракумах родился. Нет, давайте для начала, сколько раз вас об этом спрашивали в интервью? Да я постарался сразу написать все, чтобы не спрашивать. Но продолжают все равно спрашивать. Но получилось так, что страна была у нас огромной, и самая южная точка страны находилась в местечке под названием Кушка, на границе с Афганистаном. Кушка. Какая прелесть. И там, в Кушке, была погранчасть, где служил мой батя. Да. А роддом был не так далеко. Прям в пустыне. В местечке под названием Мары. У военных даже была такая присказка. Есть на свете три дыры. Темрес, Кушка и Мары. И все они находились в Каракумах. Я имел честь родиться в городе Мары. Это такая, между прочим, древняя там была крепость, называется она Мерв. И городок был такой, что в Средней Азии, да простят меня, правоверный, эта крепость Мерв, вот же город Мары, где я родился, был важнее, чем Самарканд. Я не буду. Ух ты. Про Бухару ничего не буду. Город мастеров назывался. Его воевали множество раз. Сейчас Александр Македонский заходил, перерезал всех, забрал оттуда 20 тысяч мастеров. А воды Бургаба были красные от крови еще долгое-долгое время. Но зачем я об этом говорю? Потому что спросили. Нет, а следующий вопрос, который после того, как вы начали это говорить, следующий вопрос назревает. Какой секретный ингредиент вашего плова? Хочется вот это спросить. Умеете ли вы готовить плов? Скорее всего. Я прекрасно готовлю плов и уже через средства массовой информации... Раструбили об этом? Много раз показывал. А секретность моего плова. Есть самый главный ингредиент в приготовлении пищи, друзья мои. Нужно очень любить тех, для кого ты делаешь эту пищу. Потому что это энергия. Любая еда это энергия. Чашка, кофе, стакан воды будет другой на вкус, если ты его подаешь с одним видом настроя энергии человеку или с другим. А уж длительное приготовление пищи. Шо ты туда не кидай, если эти подонки тебе вот у горла стоят. И твой плов будет не очень хорош, если... А даже если тебе не хватит каких-то ингредиентов, но ты будешь точно понимать, что... Ребята, брат... Сейчас плов... Для вас. Да. Это будет... И вот они, секретные ингредиенты. А вообще, не кладите иранскую зиру в плов. Почему? Берите нашу черную, узбекскую. Будет лучше. Вы как-нибудь собирали зиру в принципе? Вы на гору когда-нибудь поднимались, где-то зира растет? Нам бы неплохо было посмотреть, что такое зира вообще, как она выглядит. Ты ее ешь. Как зернышки тминовые зернышки. Как тминовые зернышки, да-да-да. Такая же по виду, можно на вид и не определить запах-вкус. То есть, друзья, с утра говорю вам и всей вашей замечательной тройки. Выбрасывайте свою неправильную зиру. Иранскую. Берите нашу. И берите хорошее-прихорошее настроение. Удивительное. Вот такое вот отношение к светлое. К тому дню, который у вас сейчас начинается. Выглядите в окошко. Там солнце, между прочим, сегодня офигительно в Москве. И вот с этим настроением начинайте свой день. Что бы вы ни готовили, что бы вы ни делали в этот день, оно все будет получаться немножко лучше, чем если этого внутри себя не осознать. И так не пойти в этот день. Дорогие друзья, да. Философские высказывания от Александра. От певца, продюсера, музыканта, композитора Александра Шевченко, который только что еще и доказал всей стране, что он прекрасный кулинар, да. Утром всегда как огурчики. Леня, Таня и Артем. Настройка на радио Шансон. 10.26 в Москве, друзья, певец, продюсер, музыкант, композитор Александр Шевченко сегодня пожаловал нам в гости. Очень интересный собеседник. И как историк, и как кулинар, но прежде всего, конечно, нам Александр интересен как музыкант. Александр пришел к нам сегодня не с пустыми руками. Александр принес новую работу. Рассказывайте, Александр, презентуйте. Ну, презентую. Песня, которая сейчас будет звучать в моем исполнении, пришла мне в голову на одном из удивительных мероприятий, Мероприятий, которые ежегодно проводятся в России, это Грушинский песенный форум. Да, вы были на Грушинском фестивале? Ребята, да. Я человек, который возглавлял хит-парады всего мира и написавший достаточное количество песен, с удовольствием беру гитару. Сажусь в костра. Старый свитерок надеваете. Храню его весь год, проветриваю, чтобы потом... Ну, и там... Я вдруг подумал, в песне будет очень простая, но правильная. Ну, строка, месседж такой, что... В голове летает мысль, совсем простая, и кружит во мне, как снег среди зимы. И если бы на свете не писали песен, вряд ли были бы вместе мы. Ну... Гениальность. То есть про нас же. Ну, представьте, ребят, представьте, нету песен. Слушателю нечего слушать вам. Нечего обсуждать. Обсуждать и зарабатывать на чем. А Филипп Киркоров, который выпустил сейчас свою новую песню. Да, великолепно. А вот не было бы песен, где бы он работал? Где? Я бы работал учителем или поваром? Филипп бы работал на месткомбинате. Я прям там его и вижу. Может, с лесарем бы работал. А откуда ты знаешь? Как вариант. Вот давайте... Давайте зададим стране этот вопрос. Кем бы работал Филипп Киркоров? Если у вас есть варианты, отправляйте их на номер. плюс семь девятьсот 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 трину. Это тройка. Ну, что, давайте тогда... Как огурчики. Слушайте, нет. Вот такой вопрос к вам, как музыканту, как композитору, как исполнителю. Есть люди, которые сами все пишут, они в этом варят. Есть ли какая-нибудь песня в мире наша, не наша, которую вы любите, любите и каждый раз, когда слушаете, прям жалеете, что песня не ваша. Не вы ее написали, не вы ее спели. Есть такая песня? Рина, какой правильный вопрос. Я постоянно говорю, что... Зависть — это плохое чувство. Нет, если есть перед кем приподнять шляпочку, значит, ты еще не сошел с ума. Помню, когда появился трек у Коли Носкова «Отдай ему Бог здоровья». «Я люблю тебя, это здорово». Музыка там его, но в песне это всегда стихи. То есть, вот перед такой песней хочется шляпочку-то приподнять, а когда у Наташи Власовой «Я у твоих ног спасибо, не говори в этом». «Помог Бог, его и благодари». Думаешь, вот если бы я не проспал такую мысль, но был бы счастлив, чтобы она мне была дарована. И когда появляются такие строки, то шибко радуешься. То есть, это если касаемо нашей музыки, а если касаться вообще мировой поэзии, есть очень достаточно большое количество песен, смысл и поэзия в которых мне очень-очень по душе. Ну, недаром же старик Боб Дилан получил Нобелевскую премию за поэзию, потому что вектор, заданный им для песнопений, был необычайно хорош. Я люблю песни, написанные и нашими, даже бардами не поворачивается голова. У Бориса Гребенщикова постоянно есть строчки, дающие ответы на вопросы, которые ты перед собой только начинаешь ставить. И он растет со своим поколением с пацанства до уже седых волос. И очень точно, всегда я слышал мнение, такие, да что поет Гребенщиков, бле, и там, не-не. Он рассказывает, и очень точно. Есть, как Александр Александрович Дольский, и у него можно найти вот строчки в песнях, которые являются ключами. Ну, а сейчас все-таки давайте послушаем новую работу Александра Шевченко. Может, сейчас кто-то скажет, что и ваша новая работа для них. Чтобы были вместе мы, друзья. Ну, давайте включим. У него бодрящий эффект. Утреннее шоу «Настройка» на радио «Шансон». 10.35, столица, бодрая настройка здесь. Нами еще и певец, продюсер, музыкант, композитор Александр Шевченко. И вот люди у нас уже интересуются. Что им нужно? Люди? Что нужно? Что вам надо? Все у сообщества поклонников «Алсу» пишут. Так. Не планируете ли вы вновь совместную работу с «Алсу»? Нам ее и вашим поклонникам не хватает этих душевных песен. Это «Веста» и «Сперми». Или уже поздно, перевернута страница, и обратного пути нет. Пути есть всегда. Правда, они неисповедимы. Ну, а наша ближайшая работа с «Алсу». Вот 14 апреля мы будем выступать с ней в «Рокус Сити Холли». Так. Я и «Алсу». Ну, это будет просто выступление. Я так понимаю, люди интересуются именно совместным сотрудничеством, когда она вновь будет петь ваши песни. Мы договорились, что в этом году, а в этом году, ребята, «Алсу»... 50. Если сложить возраст и время находили на сцене, то даже больше. 20 лет на сцене. 20 лет. Ребята, в 2008 году мы выпустили «Зимний сон». Да. То есть люди, которые сейчас заканчивают институт, тогда еще не родились. Они даже не знают о такой песне. Правильно. Это мы выросли на ней, это мы плакали, ходили. Да, я помню эту песню. «Зимний сон, зимний сон». Здравствуй, радио, шансон. Помните же. Конечно. Я вот охотилась за белым свитером. За таким же? Да, конечно. Не нашла. А многие мальчики на этот белый свитер... А, ну, в принципе, да. Молились. Молились, конечно. И мы с «Алсу» планируем в этом году сделать ее сольный концерт в Кремле с нами, всеми теми, кто помог ей стать певицей, той, которую до сих пор любит и знает страна. Будут ли на концерте исполнены новые песни? Обязательно. Ваши песни будут. Да, они будут исполнены, я уже готовлю пул произведений и надеюсь, что они тоже придутся по душе подросшей армии поклонников. То есть мы сейчас можем успокоить всех, кто присылал нам эти вопросы. Алсовцев. То есть сотрудничество с «Алсу» будет. Да? Да. «Алсу» не пропало, «Алсу» есть, будет и всегда будет. Да, давайте поговорим еще об одной вашей подопечной, которую вы тоже продюсировали, замечательная, талантливая Аленушка Сверидова. Аленушка Сверидова сейчас в Америке клип снимает на новую песню. Вот, вот что меня интересует. Мы все прекрасно знаем то классическое творчество Алены Сверидовой. С недавних пор Алена как нашла в углу дома гитару, так теперь с ней не расстается. Теперь она вся в акустике, теперь она все по-другому. В «Анплаксе» и так далее. Вам нравится новая Алена Сверидова? Я вам скажу, что она имеет право... Быть любой. Да, она мне нравится, потому что когда в 93-м году я впервые услышал демонстрационные записи, мне привез их из Минска, бывший барабанщик группы Любая Юрка Репях, он говорит, посмотри, в Минске откопал какую девчонку. И там девочка пела под гитару, рояль, песни, которые написала сама. Мне сразу понравилось то, как она мыслит. Мне вообще в песнях нравится, когда... Кто там мыслит. Да. Когда там есть мысль, которая тебя завораживает, цепляет, улыбает, там как угодно. Аленка привезла тогда песен 5 или 6, и там было «Никто никогда не любил тебя так, как я». Ну, это тот набор, который я как раз и взял в работу, став ее продюсером. И с Аленой Сверидовой удивительная история случилась у меня. Потому что расставшись с исполнителем, продюсер не поссорился с ним. Мы дружим с семьями, мы встречаем какие-то праздники, отдыхаем. Это при том, что я, помню, связал ее довольно жестким контрактом. И мы расставались, и я получил всю необходимую мне сумму денег. А исполнительница сказала, спасибо, Сань, большое, что ты в моей жизни присутствовал. Надеюсь, будешь присутствовать, и мы будем дружить и играть, и, может, петь вместе. Так, в принципе, и происходит. Я сказал, спасибо большое, Сань, что взял безналом. А что наличных выборок. Друзья, мы скоро вернемся, сделаем небольшой перерыв. За окном грохочет стройка! Закройка! Закрой окно! Ключи на стройку! 10.46 столицы. Александр Шевченко у нас сегодня в гостях. Человек, который отвечает за огромное количество хитов. И сам неплохой исполнитель при этом такой... Что ж, неплохой? Ты сейчас зачем это сказал? Фееричный, вот, я забыл. Фееричный. Я тут недавно... Спасибо, хорошо. Реабилитировался, да? Да, влез в переписку двух певиц, и одна другой писала. Так, так, так. Танюшка, ну чем ты лучше меня и Иришки Александровны Аллегровой, что тебе? Он написал две песни, а мне одну. И нечего было сказать Танюшке. Нечего. Скажите, с кем еще сегодня сотрудничаете из известных людей? Ну, понятно, с Алсу планируется работа. Что еще? Кто еще? Почти ничего не писал в России в последнее время. Сейчас взялся работать с очень хорошим парнем. Зовут его Саша Коган. Так. Александр Коган уже. И мы уже двинулись вперед, и встречайте на радиостанциях страны. Подумалось мне, как автору, написать песню футбольных российских болельщиков. Вот от чего-то мы забываем. Все разбились по клубам наши футбольные фанаты. И кто болеет за «Спартак», кто остается за «Динам». А вообще-то мы болеем за страну. И болеть нужно любить не победы, а любить команду. И футбол такая игра, которая объединяет миллионы людей по земному шару. Мы заполучили наш многострадальный чемпионат мира. Я уверен, что он пройдет так, что свист будет стоять. Но сейчас уже что-то опять как-то тревожно. За то, что пройдет он или не пройдет. С каждым днем тревога нарастает. Давайте позвоним Терезе Мэй. У тебя есть телефон ее? Есть, конечно. Записывайте. Но роуминг дорогой просто. Нет, нет, мы не сомневаемся, что мы этому мундиалю покажем. Да. Все, что можем показать. Ну хорошо, ваши прогнозы на предстоящий чемпионат мира. Что касается наших футболистов. Каковы успехи призрачные хотя бы? Наши призрачные успехи выйти из группы, в которой мы оказались, имеем все шансы. А потом же мы там попадаем на кого-то очень серьезного, если даже выходим из группы. Безусловно. И дальше футбол это не случай. Это постоянный бой. И в своих стенах иногда вот вся арена спортивная, которая болеет за футбольное поле, на котором бегают игроки, может быть тринадцатым или двенадцатым, каким хотите, игроком. Потому что сила и энергия, которую сектора трибуны вкладывают в игру, может вершить самые настоящие энергетические чудеса. Я надеюсь, мужчины и женщины, которые попадут на стадион... Будут петь песню, которую написал Александр Шевченко, а спел... Будут, конечно. А спел Саша Коган. Саша Коган, да. И я уверен, что, ребят, нам под силу делать всякие чудеса. Вот мы можем улыбаться, говорит, ну для утреннего шоу чудеса это всегда хорошее. Да, да, да. А я скажу, что чудеса случаются и делаются они нашими мыслями, формированиями пространства вокруг самих себя. Ты даже порой не понимаешь, а почему так хорошо? Ну, потому что ты подумал о хорошем, сказал об этом, а потом сделал то, что сказал. И чудо получается. Ну или хотя бы постарался сделать. Друзья, на хорошей ноте приходится нам расстаться, да, попрощаться, сказать спасибо огромное Александру Шевченко за то, что мало спал, проснулся вовремя, приехал, не опоздал, поднял настроение, все рассказал. Все было душевно, мило и спасибо вам за это. По честному. Спасибо. Люди, слушайте хорошие песни. Радио Шансон вам в этом добрый помощник. Всего доброго. Утреннее шоу «Настройка» прощается с вами до понедельника, Леня, Таня и Артем. Говорим вам до свидания. Пока.